Интервью на радио «Спутник». Больше поту, меньше крови. Этот девиз слышали русские солдаты и офицеры от Александра Суворова, когда отрабатывали взятие Измаила на его точной копии. Перед началом штурма генерал Потемкин предложил туркам сдаться или хотя бы выпустить мирное население из крепости. Суворов добавил 24 часа на размышления – воля. Первый выстрел – уже неволя. Штурм – смерть. Измаил считался неприступным, но русские войска под командованием Александра Васильевича совершили невозможное, и крепость пала. С нами на связи доцент кафедры истории России МПГУ профессор, доктор исторических наук Владимир Волков. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Добрый день. Владимир Алексеевич, много ходит и легенд в том числе, и многое известно о том, как готовился штурм Измаила, как он происходил, что было после сама подготовка. Это по наитию пришло Суворову отрабатывать вот эти маневры, или он просто придумал, использовал этот план уже где-то ранее? Я понял. Вы имеете в виду такую физкультурную подготовку своих войск, которые он задействовал. На самом деле, конечно же, Суворов был большой специалист именно в организации, в мотивации армии. И то, что вот он проявил как раз тогда, это, в общем-то, свидетельствует скорее о том, что для него это естественно был. Посыл, процесс. Он всегда этому уделял большое внимание. Понимаете, еще есть такой маленький казус, я бы сказал, или такая небольшая проблема. Ведь он прибыл к войску 2 декабря и тренировал свои войска где-то 6 дней. Потому что седьмого он уже ультиматум предъявляет. То есть со второго по седьмое. Но заметьте, да, наверное, сразу можно подумать о том, что вот этот вал, который был им насыпан, ну, тренировочный вал на манер из Маильского, этот же вал, он на самом деле тоже требовал каких-то физических усилий. То есть сколько его насыпали, сколько его готовили, это тоже не меньше 2-3 дней. То есть мне кажется, что здесь даже не столько тренинг, современным языком говорят, для войск необходимый был, сколько поднять ему нужно было боевой дух армии. Ведь два неудачных штурма из Маила и очень плохое снабжение войск, а Суворов первым делом наладил именно снабжение войск, это, конечно, деморализовало войска, и нужно было их подтянуть, чем-то занять. И вот этой подготовкой, ну, сами поймите, за 6 дней он как бы тренировал. Из этих 6 дней, 2-3 дня, это подготовка, в общем-то, лагеря для тренинга нужная была. Ну, во-первых, солдаты любили Суворова и хорошо к нему относились, но то, что вот он дал им какое-то задание, дал какие-то возможности сплотиться, поверить в свои силы, вот это, скорее, было даже, может быть, важнее, если я, конечно, не говорю каких-то крамольных слов, но и, наоборот, мне кажется, это даже в большей степени свидетельствует в пользу Суворова, не просто военачальника, а психолога очень хорошего, который готов ради своих солдат идти и сам тренироваться, и их тренировать, и добиваться победы. Владимир Алексеевич, а турки неужели из крепости не видели вот эти все подготовительные работы? Как это с их стороны выглядело? Во-первых, это очень удаленно было от лагеря. Во-вторых, специально были не просто организованы обстрелы города, чтобы отличить турок, но еще ночной порой фейерверки его приказал запускать Суворов, чтобы вот это и замаскировать свою подготовку солдат, и плюс еще и наладить систему сигналов для будущего штурма. Там очень все продуманное было в этом плане. Дело свидетельствовало о том, что хорошая военная подготовка у Суворова. У него еще, конечно, мотивация была. Там же ведь еще один есть очень маленький вопрос. Там же два спорных момента, очень спорных момента до сего времени. Ну, например, мы точно знаем, сколько солдат было у Суворова. 31 тысяча. Вообще что? А сколько было у турок, до сих пор не совсем понятно. Есть у нас тенденция занижать количество турок. Традиционно считается, что у Суворов было 31 тысяча, у турок 35 тысяч. Ну, вот последняя книга Чинякова, Максима Константиновича, да, это Суворов и Измаил, в 2017 году она вышла. Там как раз занижается численность, что у турок было, полнажды, 10-15 тысяч там, а у остальных мирных населений, которые тоже посчитались за боевых турецких военнослужащих. Но мне-то кажется, что там гораздо больше было. Просто никто их потом не считал, вот этих упавших-то. Ведь Измаил был особой крепостью. Не случайно турки даже ее Орда-Колесь называли, армейская крепость. То есть это был узел крепостей. А Тульча, Исакча, другие турецкие крепости, когда они перед этим были взяты русскими, бежавшие оттуда турки, они стекались все как раз в Измаил. И сколько там в реальности турок было, что, кстати, увеличивает еще даже значение этой победы. На самом деле никто толком не знает. Всегда, наверное, вы знаете. Потери враждебной стороны оцениваются по данным как раз официальных источников той стороны. Но турецкое командование, оно на тот момент не имело даже данных, сосредоточило, сколько сбежалось из всех вот этих захваченных русскими крепостей, сколько солдат уже оказалось именно в Измаиле. Так что я думаю, что, вопреки мнениям многих исследователей, в Измаиле было не меньше турецких сил, а больше. Владимир Алексеевич, вы у меня поправьте, правда это или неправда, но говорят, что когда иностранцы узнали о том, что Суворов едет брать Измаил, многие поверили в его силы и захотели, так сказать, прикоснуться, поучаствовать в этом великом сражении и присоединились к русской армии, в том числе и тогда еще юный будущий кардинал Ришелье. Да, иностранцы там были. Ну, в частности, знаменитый Лонжерон, который, скажем так, оставил воспоминания от русских генералов о том, что потерь там было больше, чем указали русские официальные источники. На самом деле все мемуаристы, они пристрастны, и доверять им полностью в этом плане я бы не стал. Здесь есть другой интересный момент. По большому счету, для чего нужна была вот эта суперзимняя операция? Ведь Измаил брали зимой, 11 декабря. Да, южная зима, она не такая суровая, как наша северная зима, но, тем не менее, она очень некомфортная. И снег-то там был уже в этот момент. Вот для чего вот это нужно было? Мне представляется, и здесь очень важный момент, Австрия, союзница России в этой войне, она уже из войны уходила. Австрия на тот момент, она добилась колоссальных успехов. Австрийские войска взяли Белгород, Бухарест. И вдруг Австрия начинает переговоры о мире и отдает Турции практически все, что было взято ценой больших тяжелых усилий. В России, конечно, знали о том, что Россия может остаться один на один с этим противником, союзник она теряет. И вот тут нужно было как-то вот показать, что Россия сильна сама по себе, и Россия может многого добиться без не очень надежного союзника. И это было показано. Не случайно в этом плане была такая жуткая реакция. Ведь именно эта русская победа в тот момент вызвала просто массу негатива у тех людей, которые организовывали вот этот мир Австрии с Турцией. А это были и англичане, знаменитый Уильям Питт. В это время уже революционная Франция. Нужно было создавать большую коалицию против этой страны, против революции, останавливать ее. Для этого требовало освободить Австрию как будущего участника вместе с Пруссией боевых действий против Франции. И нужно было ее остановить. А русские здесь мешали. Политики-то еще они не договаривают. Там мы-то с вами помним, как вот иногда проговариваются люди творческих профессий, скажем так. В этом плане очень показательно это реакция Байрона, великого английского поэта. В Дон Кихоте он именно как раз о событиях взятия Измаила отзывался о том, как с недружелюбностью, наверное, было лучше, наверное, сказать к русским. И с большим сочувствием к туркам. Во всяком случае, он как раз про Измаил писал как прокрепость гордую, с твердостью достойной. А Суворова величал двуликой особью, даже полудемоном и прочими очень нелицеприятными. Понятно, откуда такой негатив. А от того, что какие-то планы, какие-то замыслы были расстроены. Да. Владимир Алексеевич, вы говорили, что было два штурма до этого Измаила. Почему не сразу Суворова туда отправили? Дело в том, что тогда не воевали зимой. Войска отводили на так называемые винтер-квартиры, ну и на зимние квартиры. И то, что в Измаилу стоял, а там неплохие генералы-то его осаждали, это вызвало, понимаете, либо нужно останавливать компанию. Кстати говоря, когда Потемкин отправил Суворова к Измаилу, он же дал ему, как бы сейчас сказали, карт-бланш. То есть решить на месте, осаждать ли дальше этот город уже зимой, в неподходящее для войны время, или снять осаду. Но многие считают, что Суворов, как человек с чувством огромного достоинства, он не мог отступить от этого. И, дескать, Потемкин, когда предлагал ему этот вариант, либо воевать, либо отходить, он понимал, что Суворов не отступит. Но он действительно не отступил. Ситуация была очень сложная, и надо было либо действительно отходить, либо брать быстро, а быстрый удар – это удар очень рискованный и чреватый большими потерями. То, что Суворов так среагировал и очень быстро взял Измаил, это свидетельство о его большом военно-организаторском таланте. Он действительно не просто пришел, сказал, пойдемте и возьмем Измаил. Он организовал, подготовил это взятие. Психологически здесь сыграно было очень-очень точно, как со стороны Потемкина, так и со стороны Суворова. Кстати говоря, большой тоже вопрос, который волнует многих историков до сего времени, почему главные организаторы этой победы недостаточно были награждены. Ведь Потемкин вообще ничего не получил. Суворов получил чин подполковника Преображенского полка, а их с ним стало 11. Стал одним из 11 подполковников. Согласитесь, для великого полководца это как-то не очень. А Осип Дерибас получил шпагу в награду за это дело. Ну и плюс 800 душ крепостных крестьян. Тоже ни ордена, ни больших других наград. Здесь сыграла тоже, скорее всего, какая-то большая политика, нежелание раздражать, возможно, будущих союзников против революционной Франции. Но это надо уже серьезные исследования проводить. Есть новые книги, есть новые труды, но они все более критические к Суворову и другому русскому генералитету. Тут надо, может быть, какую-то более патриотическую линию занять. Но патриотическую не значит не научно обоснованную. Владимир Алексеевич, а как взятие Измаила сказалось на настроениях в Турции и в турецкой армии? Еще же год практически воевали. И было мысль о том, что не начать ли переговоры о мире, она была быстро отставлена. Дело в том, что турки прекрасно понимали, что главному их противнику, Австрии, они на тот момент Австрию воспринимали главного противника, потому что австрийские войска наступали на более дорогие для турецкого сердца области страны, что австрийцы будут мириться и отдадут все. С русскими, да, русские добились победы при Измаиле, взяли эту крепость. Но теперь можно будет перебросить войска с австрийского фронта и попытаться взять реванш. Но потом выяснилось, что реванш взять не удалось, если не удастся, и через год будет заключен уже мир. Взятие Измаила, да, оно как-то турок задело и заставило думать о том, не пора ли войну закончить. Но эти раздумья к концу войны на тот момент пока не привели. Для Российской империи какое значение имело взятие Измаила уже в перспективе? Не сразу, когда взяли, и понятно, что и дух поднялся, и у армии, и у населения такая большая победа, в общем-то, по большому счету. А вот в перспективе? В обществе очень положительное. Вот в верхах, да, власть не очень наградила. Причем больше были награждены командиры второго плана. Тот же Кутузов и ряд других генералов. Кутузов стал комендантом Измаила. А вот те, кто действительно реально приложил руки из более высокого начальства, там вот, как я уже сказал, наградили, не забыли. Хотя Потемкин, например, не наградили. Это тоже повод задуматься, как и что. Точно в ответ, о чем Екатерина и ее советники, ее помощники в это время размышляли. Может быть, Суворова посылали зимой туда в надежде, что он ничего не добьется, и можно тоже в какие-то мирные переговоры, а он взял и добился, вопреки всему. Есть повод для раздумий, больших раздумий. Спасибо огромное, Владимир Алексеевич. Пожалуйста. Всего доброго. А я напомню, с нами на связи был доцент кафедры истории России МПГУ, профессор, доктор исторических наук, Владимир Волков.